Добрый вечер! С вами Гульнара Умарова. Сегодня мы подводим итоги не недели, как вы уже привыкли, а итоги года. 365 дней очень быстро пролетели и прошли. Конечно же, за весь этот год мы рассказывали очень много разных тем и затрагивали все сферы. Ну и, разумеется, хотелось бы за этот год подытожить и рассказать все самое интересное, что происходило в Казахстане и не только. Но, конечно же, все это наши корреспонденты расскажут и покажут с каждого региона. Теперь мы буквально вернемся назад, отступим на много шагов и вернемся к январю и вплоть до декабря 2023 года, расскажем все, что происходило. Давайте вернемся и все посмотрим сами. В конце года принято подводить итоги и думать о планах на будущее. Давайте вспомним самые значимые события года. В 23-м в Казахстане прошли выборы в Можилис. На крупном пожаре в лесу погибли сразу 14 человек. Компанию Арселор Миттал Темртау после очередной трагедии на шахте продали другому инвестору. Теперь обо всем по порядку. 20 марта прошли выборы в Можилис. Власти страны позиционировали эту кампанию как завершающий этап перезагрузки в ответ на кровопролитные январские события. Но в соцсетях стали появляться видео, где бюллетени закладывают в урну для голосования пачками. Прокуратура признала, что на этих выборах нарушения были. Ни одна партия не критикует президента. Десятки самовыдвиженцев были отстранены от выборов, в основном из-за расхождения данных в налоговых декларациях. Снятые с гонки кандидаты заявляли о политической подоплеке. Партийное поле в Казахстане не отличается разнообразием, полагают независимые политологи. Многолетняя монополия партии власти в парламенте значительно снизила интерес граждан к партийной системе. Во мнению независимых политологов, даже если в Нижнюю палату парламента попадут по-настоящему независимые и профессиональные депутаты, они не будут иметь существенного влияния. К слову, так и произошло, потому что 70% депутатов попали в парламент по партийным спискам. А среди партий снова доминирует партия власти. До сих пор парламент называли нотариальной конторой администрации. Будут ли перемены к лучшему, неизвестно. Как же оценили выборы наблюдатели? По уже сложившейся традиции, наблюдатели ШОС похвалили выборы в Казахстане, а наблюдатели от ОБСЕ также по традиции раскритиковали эти выборы. Наличие административных препонов негативно повлияло на предоставление равных возможностей для некоторых кандидатов, особенно для самовыдвиженцев. И еще практика снятия с регистрации внесла неопределенность. Также я хотела бы отметить отсутствие критичных репортажей в СМИ. Это связано с широко распространенной самоцензурой. Это сократило возможность для избирателей сделать осознанный выбор. 13 июня в зоне крупного пожара в Абая погибли 14 человек. Площадь лесного пожара в Абая составляла 100 тысяч гектаров. Напомним, родственники жаловались, что у лесников очень маленькая зарплата, нет обмундирования, нет машин, а те, что есть, очень старые. При этом на семьи Урмана каждый год примерно выделялось 50 миллиардов тенге. Напомним, в конце мая этого года за коррупцию были осуждены руководители этого природного резервата. Трое руководителей признаны виновными в получении от предпринимателей взяток в сумме от 700 тысяч до 13 миллионов тенге. Незаконные вознаграждения они передавали должностным лицам за выдачу разрешение на санитарную вырубку леса. Вот недавно были бывшие руководства семьи Урмана резервата были осуждены за коррупционные правонарушения, которые, ну и дальнейшие, наверное, все обстоятельства будут рассматриваться. 30 октября. Произошла одна из самых крупных ЧП на шахтах Миттала с многочисленными жертвами. Взрыв был такой силой, что дальность распространения ударной волны составила более двух километров. Жертвы просто разорвало. Найдены тела всех 46 погибших шахтеров. За последние 15 лет в шахтах Миттала погибли 194 шахтера. Предприятие, по прямому указанию Назарбаева, когда-то было передано в частную собственность компании Миттал. Согласно аудиторскому отчету, Арселор Миттал Темртау приносит своим акционерам в день около миллиона долларов чистой прибыли. И за 27 лет, по оценке специалистов, Миттал заработал на крупнейшем сталелитейном предприятии от 20 до 25 миллиардов долларов. Все те лица, которые виновны в этой трагедии, да? И руководители этого комбината, они же исполняли, директора здесь были, они должны были исполнять законодательство. 8 декабря министр Шарлопаев объявил имя нового инвестора Арселор Миттал. Им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврейти. Он является председателем совета директоров группы компании Алюр. Как же выбирали инвестора? Одним из критериев, по словам министра, стала потенциальная синергия между текущим бизнесом группы Алюр и сталелитейным производством. Все понимают, что машины делают из металла, заявил министр. Журналисты спросили у чиновника, не будет ли связи у нового инвестора с племянником экс-президента Сатбалде. Дело в том, что была информация в 2016 году, что компания Хайрата Сатбалде Алатау Инвест Капитал сделала инвестиции в Алюр Групп, но министру не понравился этот вопрос. По условиям сделки выкупили активы АМТ за 286 миллионов долларов. Это стальной и угольный и рудный департаменты, а также в периметр потенциальной транзакции включен трубный завод в городе Ахтау, который производит трубы. Теперь государство почему-то продает компанию за те же самые деньги инвестору, хотя можно было заработать несколько миллиардов долларов. Первое, что произошло, государство купило это предприятие ОРСИОР Металл по той цене, по которой мы озвучивали. И теперь оно, это предприятие продает казахстанскому инвестору за те же самые деньги. Ну и разумеется, как я уже говорила выше, все важные решения принимаются в аккорде и в правительстве. Но на неделе мы подвели итоги того, как работало это самое правительство, Кабмин, чиновники и как работали наши самые главные ведомства экономики. Экономический сектор, конечно же, большой и разнообразный. Это и промышленность, легкая, обрабатывающая, тяжелая промышленность, нефтедобыча, газа и многое другое. Ну и, разумеется, мы затронули инфляцию и то, как работал Нацбанк. Очень много событий, но давайте обо всем по порядку. Ну и, разумеется, мы начнем с нашего любимого правительства, которое подвело экономические итоги года и рассказало нам. Была продолжена, например, реализация масштабных реформ, обозначенных главой государства в предвыборной программе и посланиях народу Казахстана. Вступили в силу уже новые законодательные нормы. Стартовала работа по ряду крупных государственных инициатив, включая нацпроекты. И наряду с этим продолжилась реализация антикризисных мер. Правительство обо всем этом рассказали в нашей пресс-службе. Ну а вот Министерство промышленности, например, и строительство новое тоже подвело свои итоги. Ведомство обещает прорывные проекты, обрабатывающие промышленности. И не только. Выпуск новых для Казахстана товаров. Значительно они расширили в прошлом году производство новых товаров. Утверждена концепция развития обрабатывающей промышленности на 23-29 годы. Ну и налажен выпуск новых товаров, которые ранее все-таки в республике не производились. Среди них, конечно же, нефтехимические реагенты, частотно другие модели и многое другое. Электроприводы, например, картриджи для солнечных панелей и так далее. Разумеется, касательно транспорта тоже было большое и успешное развитие, по крайней мере, как докладывают чиновники. Я имею в виду железнодорожный, автомобильный транспорт, авиатранспорт, грузоперевозки и многое другое. Ну и, конечно же, самое главное, что говорил министр транспорта о том, что дальше развития будет больше. Например, новые пассажирские вагоны, новые грузовые пути, новые рельсы и так далее. Это железные дороги, как я уже сказала, запуск Большого Бака, развитие морских портов и так далее. Минтранспорт уже подвело свои итоги прошлого года. Сообщили ведомстве о транспортно-транзитном и логистическом потенциале. Несколько из них уже удалось завершить. Долгострои, например, в регионах. Еще министр транспорта Марат Карабаев рассказывал, сколько километров автомобильных дорог привели в порядок. Ну и, разумеется, все, что происходило в наших ведомствах, как развивалась экономика, мы расскажем далее. За январь-ноябрь 2023 года реальный рост ВВП составил 4,9%. Наибольший рост среди отрасли показали строительство, торговля, информация и связь, а также транспорт и складирование. Инвестиции в основной капитал выросли на 14,6% и составили более 15 трлн тенге. По итогам 10 месяцев текущего года экспорт товаров составил 65 млрд долларов, при этом экспорт обработанных товаров достиг 21 млрд долларов. Импорт товаров составил 49 млрд. Положительный торговый баланс превысил 15 млрд долларов. Активно реализуется комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции и переформатирован механизм стабилизации цен. Теперь финансирование приоритетно направляется сельхозтоваропроизводителям для увеличения отечественного производства. Внедрен форвардный закуп у фермеров на внутренний рынок по фиксированным ценам. В результате проводимых мер правительства и Назбанка, а также снижения внешнего давления, инфляция существенно замедлилась. Так, инфляция, достигнув своего пика в феврале, по итогам ноября снизилась до 10,3%. Господдержка малого и среднего бизнеса из республиканского бюджета за год выросла с 209 до 288 миллиардов тенге. Число занятых в бизнесе превысило уже 4 миллиона человек. Одним из основных событий в экономике стало и создание нового ведомства в результате реорганизации Мининдустрии. «Были значительные достижения, сказал глава министерства, это запуск обогатительной фабрики с инвестициями в 96 миллиардов и созданием 400 рабочих мест, мощность завода 400 тысяч тонн хромового концентрата в год, это позволит переработать 145 миллионов отходов и есть другие проекты». В Карагодинской области было запущено производство спецкокса с производственной мощностью в 400 тысяч тонн в год, создав порядка 200 рабочих мест. Кроме спецкокса также планируется производить угольную смолу и угольное масло в объеме 72 тысячи тонн в год. Этот проект значительно укрепит промышленную базу региона. В индустриальной зоне Сарани на заводе Силу Кровод Электроникс начато производство бытовой техники с планами на производство 11 миллионов штук продукции к 2025 году. Особого внимания заслуживает и вопрос создания новых рабочих мест. До конца 2023 года, благодаря реализации этих проектов, создали 11 тысяч постоянных рабочих мест и в 2023 году государство уже приняло ряд мер для поддержки и развития промышленности. Утверждена концепция развития обрабатывающей промышленности на 2023-2029 годы. В работе по обеспечению сырьем подписано 25 трехсторонних соглашений, заключено 35 долгосрочных договоров и 10 автоэк-контрактов. В специальных экономических зонах реализовано 325 проектов. Создано 24 тысячи рабочих мест для обеспечения инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, начата работа по запуску программы «Малые промышленные зоны». Минтранспорта тоже подвел свои итоги. В республике, например, началась реализация целого ряда крупных проектов, которые охватывают автомобильную, железнодорожную, воздушную и морскую сферы. 7% рост в транспортной отрасли, а инвестиции выросли в 1,6 раза. Строительно-монтажными работами было охвачено 10 700 километров автомобильных дорог. Наши основные усилия были направлены на ускорение проектов долгостроев 4-5-летной давности. В результате обеспечен проезд по таким проектам, то есть по дорогам от Талдыкургана до Ускаменногорска, от Караганды до Алматы и от Актобе через Кандагаш-Атрау до Астрахани. Вот по данным проектам обеспечен на общей протяженности 856 километров и проезд на более чем 1 тысяч километров. Все переходящие проекты будут сданы в 2024 году и начнется поэтапное возведение новых общей протяженностью 4700 километров. Они соединят областные центры и большое внимание уделяется увеличению транзитных грузопотоков. Объем перевозок уже увеличился на 19 процентов и составил 24 миллиона 800 тысяч тонн. Сохраняется положительная динамика контейнерного транзита, что составляет 1 миллион 180 тысяч 20-футовых эквивалентов. Ведется работа по улучшению инфраструктуры, а именно продолжается строительство вторых путей на участке до Стахмойента, что позволит увеличить пропускную способность участка в пять раз. Одним словом идет, как говорят чиновники, поступательное развитие экономики, а вот что будет в году 2024, покажет время. Гульнару Марова, Ахмедяр Ильясов, ТДК-42, специально для итогов года. Как развивалось сельское хозяйство в прошлом году? Ну, во-первых, начнем немного с негативных моментов. Негативных я имею в виду жалобы фермеров и аграриев. На нехватку кормов, маленькие субсидии и многое другое. Конечно же, посевные площади им давались и развивались, но все же нехватка воды осушила многие площади. И фермерам не на что было и выращивать урожай, и собирать тоже были проблемы. Прибавьте к этому еще и сложные погодные условия. Но все же глава Минсельхоза говорит, что все в порядке. Продовольственная безопасность, например, развитие АПК и новые производства, поддержка сельхозтоваропроизводителей. Об этом и не только на неделе говорил глава Министерства сельского хозяйства республики. Он, конечно же, рассказывал о достижениях в отрасли за 2023 год. Сколько денег направлено на развитие АПК, например, на животноводство, чем поддерживают фермеров. И почему проблемы сельхозсферы подолго не решаются. К счастью, он это тоже признал. О том, как развивалась сфера АПК, что было нового в животноводстве и почему Минсельхоз все же признал свои ошибки, узнаем далее и подведем итоги развития сельского хозяйства. Январь 23-го фермеры Западно-Казахстанской области заявили о бесполезности госпрограмм по поддержке аграриев и выразили свое недовольство напрямую Акиму региона. В марте в той же области фермеры просят отменить экспортную пошлину на вывоз селекционных семян подсолнечника, из-за которой не могут продать свой урожай и подготовиться к весеннеполевым работам. Из-за того, что с Россией поступает зерно, у них санкции же, и все зерно идет через Казахстан. У нас цены упали. Пшеница была в прошлом году 120-160 тонн, в этом году третий класс пшеницы 85, вот сейчас элеваторы принимают. А пятый класс вообще 67 упал. Я думаю, надо субсидировать. В июне Мангистауфская область. Тут сотни фермеров лишились своих пастбищ, когда без их участия обширные земли отдали предпринимателю. Мы, жители пяти окрестных сел, категорически против решения разрабатывать здесь карьеры. У нас больше не осталось полей. С одной стороны района урановый карьер и хвостохранилище Кушкарата, с другой – серные выбросы вплоть до 16-го железнодорожного разъезда. А если здесь начнут раскапывать песчаные карьеры, от пыли не избавится никому. И, наконец, ноябрь. Туркестанская область. Тут тепличники ведут неравный бой с конкурентами из соседних республик. Они демпингуют цены, пожаловались фермеры и обратились за помощью к чиновникам и к нам, чтобы мы осветили данную проблему. Потому что наше государство этого не хочет, надо даже не понимать. Вот поэтому мы сейчас каждый год меньше становимся фермерами. Если так будет продолжаться, и через 34 года уже не останется. И потом они своими ценами диктуют нас. Мы будем им обязаны. Давайте нам помидоры дайте, огурцы дайте своим хорошим ценам. Ну а депутаты, пожалуй, единственные, кто слушает и слышит фермеров, тогда заявили. Скоро овощи будут по цене мяса и уже к Новому году. С прошлого года крестьяне обеспокоены тем, что из Туркменистана и Узбекистана в Казахстан завозятся помидоры и огурцы по демпинговым ценам. Они обратились к правительству о принятии мер. Однако их не услышали. С этого года они перестали выращивать помидоры, потому что это нерентабельно. Если сейчас пойти на рынок, вы не найдете помидоров по цене ниже 1000 тенге за килограмм. А к Новому году будьте готовы покупать помидоры и огурцы по цене мяса. Аграрная кредитная корпорация, к слову, до сих пор не разработала специальную программу по льготному финансированию теплиц, продолжили депутаты. Половина крестьян уже обанкротились, не вынеся долговую нагрузку. И это всего несколько таких примеров в 2023 году. При этом проблемы фермеров глава Минсельхоза признал в конце года, в адрес которого не раз обращались люди. Прошлый год стал особенно сложным, начал свое выступление глава Минсельхоза Сапаров. Объем валовой продукции сельского хозяйства снизился на 8,4% и составил 8,2 триллиона тенге. Уменьшилось производство растений в водстве из-за неблагоприятных погодных условий и снизилась урожайность, ухудшилось качество зерна. Но при этом благодаря самоотверженному труду аграриев собрано 16,6 миллиона тонн зерновых культур, 2,1 миллиона тонн масличных и 5 миллионов тонн кормовых. Объем производства животноводской продукции за 11 месяцев текущего года увеличился на 3,3% и составил 3,8 триллиона тенге. Растет и численность поголовья скота и птицы в среднем от 3 до 9,5%. В перерабатывающей отрасли наблюдается стабильная ситуация. Объем производства продуктов питания за указанный период вырос на 1,9% и составил 2,9 триллиона тенге. А еще Сапаров рассказал, что установили справедливые цены для фермеров на уровне рыночных. Из резерва правительства выделен 31 миллиард тенге, а продкорпорации на прямой закуп пшеницы в объеме 350 тысяч тонн. Формируется семенной фонд порядка 400 тысяч тонн мягкой пшеницы, и данные меры позволят улучшить финансовое состояние компании. Напомнил также глава Минсельхоза обведенной электронной системе субсидирования, интегрированной со всеми госбазами данных. Также внедрили листы ожидания для доступа к субсидиям мелких и средних хозяйств. Учитывая сложные условия текущего года, по поручению главы государства, со стороны правительства принят ряд мер для поддержки пострадавших фермеров. Из резерва правительства выделено 3,7 миллиарда тенге в качестве финансовой помощи пострадавшим аграриям Жамбульской области. Выделено льготное дизельное топливо для сушки зерна, а что является пролонгация кредитов и займов финансовыми институтами холдинга без применения штрафных санкций в отношении товаропроизводителей. Все это повысит конкурентоспособность агропромышленного комплекса и обеспечит продовольственную безопасность уверенной в ведомстве. Ну а фермеры теперь надеются на то, что все-таки будут услышаны, а проблемы их все же будут решены. Гульнару Марова, Ахмедьяр Ильясов, ТДК-42, специально для итогов года. Сколько дипломов за жизнь получает человек? Вот диплом один о высшем образовании, второй диплом о высшем образовании, вот один сертификат о курсах и еще сертификат о курсах. Это я только часть принесла. Ну и вообще многие из нас работают по специальности или нет? Я вот, например, нет, но нисколько об этом не жалею. Ну и несмотря на высшее образование, которое мы получаем в стенах вузов, оказывается, Минтруда все это отслеживает и записывает, кто работает по специальности, а кому дипломы просто не нужны. Но сейчас речь не только об этом, а о том, как в текущем году развивались новые сферы и профессии. Например, профессия блогера, СММщика, мобилографа и многие другие, которых раньше даже не слышали. Но благодаря развитию интернета и цифровизации, конечно же, все эти, как я уже говорила, дипломы и курсы оказались не столь нужны, ведь люди зарабатывают буквально миллионы в месяц только благодаря мобильному интернету и телефону. Но, как я уже сказала, речь не только об этом. Конечно же, мы расскажем о том, сколько было занятых людей, сколько остались из них безработными и многое другое. Минтруда тоже подвел свои итоги 1923 года. И сколько же нас, вот таких занятых, не в своей сфере, мы, конечно же, расскажем подробнее. Например, в подписанном президентом бюджете на 2024-2026 годы уже сказано, что с 1 января будет повышение всех видов госпособий, базовой пенсии и выплаты на 7%. Это в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком Республики Казахстан. Солидарная пенсия на 9%, с опережением уровня инфляции на 2%. Ну а минимальный размер базовой пенсии, обещает у Минтруда, с 1 января повысит на целых 5% до 65% от прожиточного минимума. Ну и максимальный размер увеличит со 100% до 105% от прожиточного минимума. Ну, по крайней мере, нам обещает благоденствие. Как говорится, жить будем лучше, жить будем веселей. А вот все то, что было в 2023 году в сфере социальной защиты населения, трудоустройства и многого другого озвучила Светлана Жакупова. Это глава ведомства. Она рассказала о создании новых рабочих мест, поддержке молодых предпринимателей, повышении зарплат, пенсии и пособий. Сколько грантов выделено на поддержку бизнеса, что делается в сфере труда, сколько незанятых, и почему молодежь не привлекает нынешние зарплаты. Об этом и не только расскажем далее. Какие критерии на рынке труда? Почти все работодатели нуждаются в кандидатах примерно 20-25 лет, но с большим опытом. Внешность желательно приятная, а вот только как отражается это на рабочем процессе, все еще непонятно. При этом списывать со счетов сотрудников с огромным стажем и навыками тоже не торопятся. Рынок труда в целом весьма разнообразный и все меньше тех, кто трудится по диплому, полученному в учебном заведении. Прибавьте сюда еще блогеров, СММчиков, мобилографии и многие другие современные виды деятельности и заработка. При всем этом многообразии доля безработных все еще вызывает тревогу экономистов. По данным Минтруда зафиксировано всего 261 800 безработных, ну а уровень безработицы снизился уже до 4,7%. Чтобы трудоустроить граждан, ведомство опирается на госпрограммы, созданные для решения этих проблем. Например, региональные карты занятости, соцпроекты, инициатива президента 100 рабочих мест на 10 тысяч жителей и многое другое. Трудоустроено 908 тысяч человек. В рамках реализации национального проекта по развитию предпринимательства казахстанцам, относящимся к социально уязвимым категориям, выдано 9102 гранта для реализации новых бизнес-инициатив в размере 400 МРП. В рамках реализации поручений главы государства по предоставлению льготных микрокредитов под 2,5% годовых для реализации предпринимательских инициатив молодежи одобрено 5496 проектов. Но устроиться на работу – это еще полбеды. Важны не только рабочие места, но и уровень зарплат, который, со слов главы Минтруда и соцзащиты, только растет. С 1 января 2023 года в республике продолжилось поэтапное повышение заработных плат около 600 тысяч гражданских служащих отдельных категорий в среднем на 20% каждый год. В результате до 2025 года их зарплата увеличится в два раза. По всем сферам пройдет повышение окладов, обещают чиновники. Но почему же тогда медики, например, жалуются на низкую зарплату самому премьеру? Неужели отчеты ведомства расходятся с суровой реальностью? У нас вопрос по поводу заработной платы младшему медицинскому персоналу. Происходит очень большая текучесть кадров среди младшего медицинского персонала, потому что зарплата маленькая. И мы просим вас посодействовать правительству по увеличению заработной платы младшему медицинскому персоналу на 40%. И еще добавим большую ложку дегтя в медовую бочку отчета ведомства. Вспомним, как часто мы снимали протестующих против низких зарплат в уходящем году. То есть существующий уровень доходов не устраивает работников. Свои жалобы они высказывали на нашу камеру, как в последнюю инстанцию, которая способна их услышать. Это работники нефтегазовых компаний, коммунальщики, тепловики и так далее. «Мы работаем с 5 утра до 8 вечера. Работаем по 14 часов. Но больше 11 часов в сутках нам не оплачивается. А за малейшее опоздание сразу штраф или увольнение. У всех нас есть кредиты, ипотеки, семьи. Все дорожает с каждым днем. Зарплаты не хватает». Денег не хватает. Зарплаты не поднимают. Цены растут. Как дальше жить? Зато в годовом отчете Минтруда и соцзащиты год выдался весьма плодотворным. А впереди – манна небесная. «Сего с начала года 2,3 миллиона казахстанцев преклонного возраста из республиканского бюджета выплачено пенсии на сумму 3 триллиона 33 миллиарда тенге. По состоянию на 1 декабря 2023 года АСП назначено 595 тысячам человек и 113 тысяч семей на сумму 52 миллиарда тенге». Эксперты отрасли главными проблемами назвали низкую производительность труда, недостаток рабочих мест, высокая доля незанятого населения, нехватка высококвалифицированных кадров, а также отток специалистов. «Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?» «Не, пока еще ни одного не было». «Будет? Пошли». Вот и депутаты, и общественные деятели в этом году не раз поднимали вопрос безопасности и охраны труда на производстве. «Риск аварий на производстве остается высоким. Государственный надзор осуществляется всего 381 инспекторам, в то время как в 1991 году осуществлялось, превышало 1600 инспекторов. Это явно недостаточно для эффективного контроля. К тому же большая часть инспекторов обладает низкой квалификацией, что усугубляет проблему. Основными причинами аварии являются нарушение требований промышленной безопасности, сезонного оборудования, низкая производственная дисциплина. Недостаточное финансирование ведет с задержками и обновлением технических устройств и технологических линий». «Несчастные случаи на производстве были и пока есть. Снизить число которых – один из важнейших вопросов в отрасли. Так что терпение и труд все перетрут немного не про нас». Казахстан экономически и финансово, конечно же, развивался весьма неплохо. Об этом свидетельствуют цифры. Что происходило еще в 2023 году, какие финансовые достижения есть и недостатки при этом экономические, тоже расскажет Марина Горбук. Насколько успешно в Казахстане внедряется цифровой тенге? По выпуску какого продукта республика бьет рекорды? И насколько повысятся пенсии и пособия в Казахстане? Дорогие зрители, прямо сейчас мы подведем финансовые итоги года. Здравствуйте. Пожалуй, одним из самых долгожданных событий в этом году стало вступление в силу закона о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан. Банкротство человека – это официально на государственном уровне признанная неспособность платить долги. После того, как человек прошел процедуру банкротства, он может не бояться кредиторов, коллекторских агентств. По истечении определенного количества лет его кредитная история очищается. Причины, почему человек оказался не в состоянии платить по кредитам, могут быть разные. Ухудшилось финансовое положение из-за кризиса в экономике, потерял работу, начались проблемы со здоровьем и не смог работать. Даже слабая финансовая грамотность может стать такой причиной, если человек не смог правильно оценить свои финансовые силы. Когда брал кредит с высокой процентной ставкой. Обычно люди в такой ситуации также накапливают большие задолженности и по коммуналке, и по налогам. За все просрочки начисляется пение, неустойки и штрафы. Это усугубляет ситуацию, увеличивая долги и так задолжавшего всем гражданина. Поэтому государство решило помогать таким людям через процедуру банкротства. Прием заявлений от граждан на банкротство начался 3 марта. К августу поступило уже более 61 тысячи заявлений. К октябрю по процедуре внесудебного банкротства лишь 550 казахстанцев признаны банкротами. Оказалось, что большинству граждан, подавшим заявки, было отказано по различным причинам. В начале года более 2,5 миллионов казахстанцев получили компенсации по тенговым депозитам в рамках программы защиты тенговых вкладов. Общая сумма компенсации превысила 300 миллиардов тенге. Одной из ключевых финансовых тем в Казахстане в 2023 году стало внедрение цифрового тенге. Уже в августе 2023 года Национальный банк Казахстана презентовал новую валюту и сообщил о результатах ее тестирования. И уже 15 ноября, в день Национальной валюты, на 21-м конгрессе финансистов Казахстана цифровой тенге был запущен. При официальном запуске цифрового тенге был проведен первый платеж при покупке кофе. Жаленов подробно объяснил, каким образом будет функционировать электронная нацвалюта. Обналичить электронную нацвалюту можно будет в любой точке мира. В обычном банкомате. Для нас, когда мы создавали цифровой тенге, важным был доступ для конечного потребителя. Он должен быть доступен для каждого казахстанца в любой точке мира. При этом без необходимости устанавливать какие-то дополнительные приложения или покупать устройства, отметили финансисты. Национальный банк находится в списке первых трех центробанков мира, участвующих в тестировании платформы SWIFT, которая предназначена для трансграничных расчетов в цифровых нацвалютах. Масштабный запуск цифровой тенге запланирован на 2024 год. Особое внимание будет уделено офлайн-платежам. А в 2025 году ожидается подключение всех участников рынка. С 1 января пенсии и пособия в Казахстане увеличиваются в среднем на 7%. Средний размер совокупной пенсии из бюджета без учета выплат из ЕНПФ в 2024 году составит 130 414 тенге. Для сравнения, в 2023 году он составил 120 838 тенге. Увеличится и размер государственных пособий. Пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка увеличатся со 131 до 140 тысяч тенге. На рождение четвертого и более ребенка с 217 до 232 тысяч тенге. Пособия многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с четырьмя детьми с 55 до 59 тысяч тенге. С 10 детьми уже 138 тысяч до 147 тысяч 680 тенге. Пособие для лиц с инвалидностью первой группы будет увеличено с 89 до 95 тысяч тенге. Второй группы с 71 до 76 тысяч тенге. Третьей группы с 48,5 до 52 тысяч тенге. Также будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования на 7%. За год объем перевозки грузов по транскаспийскому маршруту увеличился на 64%. Основные усилия Министерства транспорта в 2023 году были направлены на ускорение дорожных проектов долгостроев, развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, укрепление инфраструктуры морских портов, наращивание транзитных железнодорожных грузоперевозок, увеличение пропускной способности пограничных переходов на казахстанско-китайской границе. В течение года закуплено 10 новых самолетов. Возобновлены и открыты новые рейсы в 13 стран по 23 маршрутам. Восстановлен объем внутренних перевозок. Улучшена работа перевозчиков и защита прав пассажиров, сообщили в Министерстве. В 2023 году перевезено 2 миллиона 750 тысяч тонн груза, что на 64% больше, чем в 2022. Впервые по коридору в этом году перевезли нефть. Для развития потенциала маршрута начато строительство терминала в порту Поти. Приобретено два нефтяных танкера. В порту Курык совместно с Абудаби Порт запущен зерновой терминал. Подписано соглашение по транспортировке чистого водорода и аммиака в Европу. В Казахстане планируют создать корпоративные магазины. Небольшие торговые объекты будут участвовать в оптовых закупках. В ходе правительственного часа в Можилисе министр торговли и интеграции Арман Шикалеев сообщил о намерении организовать в Казахстане кооперативные магазины и кооперации магазинов у дома. До 2027 года в стране планируют существенно увеличить долю современных форматов торговли. На сегодняшний день доля современных торговых форматов в Казахстане всего 31%. Тем временем в развитых странах этот показатель составляет 90%. Наша задача увеличить долю современных форматов торговли к 2027 году. Предусмотрено снижение ставки вознаграждения для торговых объектов, получающих кредиты на строительство, реконструкцию или приобретение оборудования. Особое внимание следует уделять развитию многоформатной торговли. Это ярмарки, уличная торговля и выставки, сказал Арман Шикалеев. Но при этом на внутреннем рынке не хватает современных торговых площадок. Мы прорабатываем создание кооперативных магазинов и кооперация магазинов у дома. В правительстве готовы субсидировать торговые прилавки, которые предлагают казахстанские товары. Торговые полки всегда должны быть доступны. У нас есть предложение субсидировать торговые прилавки на следующий год. Если торговые сети будут реализовывать товары отечественного производства, субсидии от государства составят от 15 до 20% расходов, заявил Арман Шикалеев. Об итогах работы за год рассказали и в Air Astana. Общая выручка компании выросла в среднем на 20% и составила порядка 2 миллиардов долларов. Чистая прибыль выросла на 19% до 72,5 миллионов долларов. Президент группы компании Air Astana Питер Фостер отметил, что группа продолжает демонстрировать хорошие результаты в уходящем году, несмотря на высокую инфляцию и проблемы с двигателями в самолетах Airbus Neo. На маршрутах группы в Центральную Азию и на Кавказ положительно сказалось расширение присутствия авиакомпании Air Astana и Fire Airstat в этих странах, в большинстве из которых наблюдается существенный рост как деловых, так и туристических поездок. Маршруты в Восточную и Южную Азию также показывают хорошие результаты, включая рейсы в Китай, которые набирают обороты после медленного восстановления авиасообщения после COVID. С 2022 года по 2023 год Air Astana значительно расширила свою маршрутную сеть. Новые рейсы и увеличение частотности полетов по направлениям в Китай, Индию, Центральную и Юго-Восточную Азию, Кавказ, Средиземноморье, Ближний Восток, Великобританию позволили авиакомпании выполнить 50 маршрутов по 34 направлениям и перевезти около 4,5 миллионов пассажиров. В 2023 году исполнилось 20 лет авиасообщения в Бангкок, Франкфурт, Стамбул и Сеул. Еще ранее были запущены рейсы в Пекин и Дубай. Флот Air Astana и дочерней компании Flyer Astana насчитывает 49 самолетов различных моделей Airbus, Boeing и Embraer. С целью ненарушения вреда экологии планируется вывод некоторых самолетов из эксплуатации в 2024-2025 годах. В 2023 году трата казахстанцев на продукты превысила 50% от доходов. Такие данные привели аналитики. При этом заместитель премьер-министра Серик Жумангарин оказался не согласен с этим. Он подчеркнул, что расходы исчисляются не от уровня заработной платы, а от уровня потребительских расходов. Не половину заработной платы, а половину потребительских расходов. Это разные совсем вещи, поскольку по данным статистики от номинальной заработной платы казахстанцы тратят меньше на продукты, питание и безалкогольные напитки. И это порядка 23%. Но из потребительских расходов, куда входят продовольственные и непродовольственные товары и услуги, тратится действительно порядка 49%. Причем тенденция эта долгие годы уже идет. По его словам, эта статистика говорит о том, что на рынке нет достаточного насыщения товарами. На рынке нет достаточной конкуренции товаров. И ясный выход здесь – товарную массу на рынке необходимо наращивать. Также вице-премьер Казахстана назвал шесть самых затратных продуктов питания в республике. Это мясо, хлеб и крупы, молочные продукты, овощи, фрукты и сахар. Он проинформировал, что правительство готовит большой проект по развитию обработки в отраслях, по развитию мясного животноводства, производству молока, молочно-товарных ферм, глубокой переработки мяса, зерна, овощи, хранилищ и разрабатывается дорожная карта развития сахарной отрасли. Эти шесть продуктов определяют на сегодняшний день высокие расходы населения. Тем временем яйца только за год подорожали на 15%. До 20% доходит повышение цен на молочные продукты. Мясо и птица повысились в цене в среднем на 10%. Рост цен на фрукты составляет 15-20%. В 2023 году казахстанские аграрии намолотили порядка 16,5 миллионов тонн зерна. 2023 год для казахстанских фермеров выдался непростым. После продолжительной жары на территориях основных зерносеющих регионов страны более 25 дней шли проливные дожди. В итоге норма выпавших осадков втрое превысила среднегодовой показатель. Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в Казахстане в этом году составила 24 миллиона гектаров. Из них под зерновые отведено порядка 17 миллионов гектаров. При средней урожайности 9,7 сантиметров с гектара намолочено 16,5 миллионов тонн зерна в первоначальном весе, в том числе 11,4 миллиона тонн пшеницы. Под масличной культурой было отведено порядка 2 миллионов гектаров. При средней урожайности 8,4 сантиметра с гектара собрано 1,5 миллиона тонн масла семян. Подсолнечника – 747 тысяч тонн. В уборочной компании было задействовано порядка 150 тысяч тракторов, 39 тысяч зерноуборочных комбайнов и 140 тысяч единиц прочей техники. Аграрии Кустанайской области убрали 98% урожая. Аграриям была оказана своевременная поддержка в части оперативного решения вопросов по дополнительному выделению на сушку зерновых и масличных культур порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива и 1 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа. Выделены бюджетные средства на субсидирование агроформирований и пролонгацию кредитных обязательств без штрафных санкций. Все эти меры позволят сохранить собранный урожай и выплатить субсидии фермерам для погашения кредитных обязательств. Масличных в северо-казахстанской области собрано в объеме 458 тысяч тонн. При средней урожайности – 6,7 центнеров с гектара. Под урожай 2024 года засыпано 437 тысяч тонн семян или 95% от потребности. Пока подорожание хлеба удалось избежать. Хотя показатели сбора урожая не столь высокие. На июнь текущего года в закромах сельхозтоваропроизводителей оставалось порядка 50% зерна. Одной из самых рентабельных и перспективных культур в 2023 году в Казахстане назван подсолнечник. Как заявил глава Республиканской палаты семеноводов Фарид Абитаев, с учетом изменения климата, будучи засухоустойчивой, эта культура будет еще более востребована. Эксперт прогнозирует, что площадь пассивных площадей подсолнечника, которая сейчас составляет порядка 1,2 млн гектаров, в ближайшие пять лет вырастет в два раза. Глава Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Едекар Ибрагимов напомнил, что с 4 февраля 2023 года в стране была введена экспортная пошлина на семена подсолнечника для развития масложировой отрасли и стабилизации цен на внутреннем рынке. Она составляет 20%. С помощью экспортной пошлины, по мнению специалистов, удалось существенно нарастить производство подсолнечного масла в стране. Так, по итогам сезона 2022-2023 года выпуск нерафинированного подсолнечного масла составил более 417 тысяч тонн. Это на 50% больше показателя прошлого сезона. А в сравнении с сезоном 2020-2021 года показатель вырос более чем в два раза. Маслоделы также увеличили производство рафинированного масла на 4% или до 145 тысяч тонн по сравнению с прошлым сезоном. Уже к 2026 году планируют нарастить мощность по рафинации до 600 тысяч тонн в год. Увеличение производства масла позволило нарастить и его экспорт. За 2023 год экспортировано свыше 300 тысяч тонн подсолнечного масла. Это на 75% больше, чем в предыдущем сезоне, отметил глава Национальной ассоциации переработчиков масличных культур. Стоит отметить, что Казахстан является единственным источником семян подсолнечника во всей Центральной Азии. В текущем году в Казахстане удалось добиться максимального объема производства мороженого. На максимум производство этой продукции выросло впервые за 10 лет. За 11 месяцев 2023 года в стране произвели свыше 50 тысяч тонн различных видов мороженого и исходной продукции. Это по данным Бюро национальной статистики на 27% больше, чем годом ранее. Такого большого объема производства не фиксировали с 2013 года. Только за ноябрь в Казахстане изготовили примерно 2500 тонн продукта. И это снова максимум для этого месяца за последние 10 лет. Собственное производство мороженого покрывает потребности республики в этом продукте в среднем на 80%. Растут продажи внутри страны. Импорт и экспорт мороженого, указывают аналитики. Только за январь-октябрь за рубеж отправили около 5,5 тонн продукции. Что на 16% больше, чем за тот же период 2022 года. Казахстанское мороженое в этом году добровось даже до Японии. В свою очередь, казахстанские производители масложировой продукции просят защитить их интересы. В текущем году был принят техрегламент Таможенного союза, согласно которому ограничено содержание в масложировой продукции трансизомеров жирных кислот всего в 2%. По сути, данный стандарт направлен на продвижение импортного продукта. Так как снизить процент трансжиров до 2% на текущем технологическом уровне казахстанского масложирового производства крайне трудно, если не прибегать к сырью из дешевых фракций пальмового масла. Прежде всего, стеорина. К тому же, искусственно навязываемое ограничение на трансжиры предоставило неконкурентное преимущество тем, кто импортирует и перерабатывает пальмовое масло. Дорогие зрители, таков был финансовый обзор самых основных событий 2023 года. Спасибо, что все это время вы были с нами. И до встречи в новых выпусках. Каждый регион развивался по-своему в этом году. У каждого, конечно же, были разные кошельки и бюджеты. Я имею в виду местные и областные бюджеты. Но, несмотря на это, есть объединяющие регионы проблемы. Я имею в виду, например, дороги, воду и многие другие проблемы. Также возьмите сферу ЖКХ, коммунального хозяйства. Повышение пенсии, конечно же, коснулось всей регионы. Но при этом на низкие условия жизни и на недостаток денег жалуются, например, жители разных регионов. Очень много проблем, если глубже копнуть. В каждой области они свои. И вот далее пойдут живые примеры. Например, жителям Октюбинской области в 2023 году запомнилась смена руководства и, конечно же, низким качеством урожая, который, к сожалению, в этом году был. Трагическими еще событиями, связанными с гибелью детей. Но были при этом и хорошие новости. В регионе, например, открыли новые школы, медицинские учреждения, разные заведения. Обещают решить проблемы долгостроев и не только. Разумеется, наши субкоры подвели итоги развития своего региона. Ну и, разумеется, все, что происходило в этом году именно в Октюбинской области, как я уже сказала, наши субкоры подвели итоги. Затронули буквально каждую сферу и все, что волновало жителей этой области. Давайте посмотрим далее и узнаем, что выдающегося, либо наоборот, не очень выдалось для Октюбинской области в этом году. Последняя неделя декабря – время подведения итогов. Год был насыщенным на события и подарил октябинцам много поводов для гордости и радости. У жителей области, наконец, появилась надежда на решение проблем, которые для Октюбия кажутся извечными. А еще 2023 год вернул нам Акима с большим кредитом доверия. 5 сентября 2023 года указом президента республики Казахстан Асхат Шахаров назначен Акимом Октюбинской области. Напомним, до этого он уже занимал пост главы городской администрации. И его возвращение в регион, судя по комментариям в соцсетях, приветствовало большинство октябинцев. За бастовка года в феврале вновь бастовали водители общественного транспорта. Больше 50 автобусов прямо в разгар рабочего дня сошли с линии и вернулись в парк. Протестующие призывали других коллег присоединиться к ним и не выходить в рейс. Тем временем ничего не подозревающие горожане буквально замерзали на остановках. В автопарке заявили, что зарплаты провинившимся водителям урезали из-за многочисленных нарушений. После переговоров и решения вопроса работники вышли в рейс. Преступление года. Шокирующее двойное убийство потрясло горожан в конце марта. В одной из квартир были обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти. Погибшие 35-летняя хозяйка квартиры и ее 16-летний сын. В кровавой расправе пострадала и 13-летняя дочь погибшей женщины. С колото-резанными ранами девочку доставили в больницу. По подозрению в убийстве задержали 23-летнего актюбинца. Позже он свел счеты с жизнью в следственном изоляторе. Но, несмотря на это, уголовное дело не стали закрывать и уже передали в суд. Скандал года. В конце апреля в жилом массиве Исидбатыра разразился жилищный скандал. Новостройки, которые возвели по государственной программе, буквально трещали по швам. В смятении были и чиновники, которые принимали эти дома всего три года назад. Квартиры здесь продавали по льготной цене для очередников. Но теперь, когда фундамент начал оседать и дал глубокие трещины, люди стали переживать, что останутся под завалами. Сколько он еще простоит? В таком состоянии долго не продержится. Весь фундамент разваливается. А если дом рухнет, кто будет отвечать? Требуем, чтобы нас срочно переселили. Провал года. Из-за проливных дождей актюбинские аграрии потеряли большую часть урожая. Влажная погода способствовала прорастанию пшеницы в колосе. А это значит, что такой урожай пойдет только на фуражное зерно. По итогам хлебоуборочной кампании на грани разорения оказались десятки крестьянских хозяйств региона. А уже в декабре активисты из фермерского центра вышли на мирный митинг. Они просили создать отдельный финансовый институт, ориентированный на сельскохозяйственную отрасль. С августа зарядили дожди. В итоге мы потеряли весь урожай. Зерно у нас пятого класса. Не можем продать ни пшеницу, ни ячмень. Даже местные спиртзаводы не принимают. Открытие года. В День знаний первый звонок прозвенел для учеников инновационной гимназии «Смартбалем». Это пока единственное учебное заведение в Казахстане, где могут принять 8 тысяч учеников. Только в одну смену будут учиться 3,5 тысячи детей. В этом году здесь набрали 14 первых классов. Школу построили за счет частных инвестиций. Но 90% классов открыли в рамках госзаказа. В целом до 2025 года в регионе откроют еще 44 учебных заведения, половина из которых будет построена в рамках национального проекта «Комфортная школа». Уходящий год запомнился октябинцам и многочисленными скандалами с участием дольщиков. Несколько компаний заморозили работы по возведению жилых комплексов из-за подорожания стройматериалов. Только после вмешательства Акима области дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Ни денег, ни квартир. Вместо новоселья октябинские дольщики устраивают акции протеста. Больше ста семей приобрели квартиры в ЖК «Хазна Премиум». Новоселье им обещали еще год назад, но застройщик трижды переносил сроки сдачи дома. Работы на объекте приостановлены. В областном центре всего насчитывается 11 проблемных долгостроев. При этом по некоторым ЖК идут судебные разбирательства. В Акимате разработали дорожную карту по решению проблемных вопросов строительных кооперативов. Счета в аресте, поэтому на землю обременение у нее, на все движимые и недвижимые имущества. 1 миллиард 800 миллионов тенге она собрала с дольщиков. Но теперь в данный момент она говорит, что так как инфляция произошла, строим материалы подорожали. Конец года омрачила боль от трагической гибели школьников. Несчастный случай произошел в 27-й школе. Во время перемены семиклассник, забегая в класс, споткнулся на пороги, упал и ударился о парту. Потерявшего сознание подростка отвезли в больницу, где медики пытались реанимировать пострадавшего. Но травма гортания оказалась смертельной. Еще одна трагедия в результате ДТП унесла жизни двух старшеклассников и их учителя в Иргизском районе. Они ехали из села Жанспи в райцентр на Олимпиаду, но на трассе их машина столкнулась с грузовиком. Из пятерых детей двое погибли на месте аварии, еще троих госпитализировали в больницу. Водитель минивэна арестован, ему грозит уголовное наказание. Аула Манате. В самом разгаре реализация программы Аула Манате. В СПК Ахтубе поступили первые заявки на кредитование проектов в сфере животноводства. До этого сельчане брали льготные займы по 2,5% на открытие теплиц и птицеводства. На сегодня больше полутора тысяч человек смогли начать свое дело благодаря программе Аула Манате. Новые бизнес-проекты запустили во всех сельских округах. В этом году объем финансирования программы увеличен на 12,5 миллиардов тенге. Кроме теплиц и птичников, в селах строят также СТО, бани, учебные центры для детей, запускают пекарни, кондитерские и таких проектов уже около 600, благодаря чему в Аулах появилось свыше тысячи постоянных рабочих мест. И на этой приятной ноте мы завершаем уходящий 2023 год. И в новом 2024-м желаем всем казахстанцам мира, добра, крепкого здоровья, финансовой стабильности и семейного благополучия. Лайла Уэсова, Жумарт Худайбергенов. Специально для программы «Итоги года. Октябрьская область». Наш канал вещает уже четверть века, 25 лет, а теперь уже и больше. И, конечно же, напомню о том, что, конечно же, наши телезрители об этом знают, что мы базируемся в Западно-Казахстанской области, я имею в виду в Уральске. Ну и, разумеется, проблемы родного края очень даже нас волнуют. Ну и мы регулярно, ежедневно вещаем о том, как развивается Западно-Казахстанская область. Ну а в Западно-Казахстанской области, как я уже сказала, несмотря на схожесть с другими регионами, тоже есть свои особенности и свои проблемы, учитывая еще и близость к другим странам. Тут тоже была смена Акимов регионов, скандал с заместителем Акимобласти, Сайгаки, дороги и многое другое. Взять, например, скандал с коррупцией. Зам Акимобласти в этом году был привлечен за превышение должностных полномочий. Если взять Сайгаков, то тут нашествие было. Если вы помните, в прошлом году мы пытались восстанавливать популяцию Сайгаков, экологи били тревогу, ученые тоже. Ну а в этот раз их слишком много, говорят фермеры. Некоторые предлагают отстрел, некоторые предлагают регулировать численность Сайгаков и многое другое. Еще, разумеется, волновал жителей области в этом году вопрос дорог и благоустройства. Переход КСК на ОСИ по всей республике больно отразился и на нашем регионе тоже. Мало того, что работа КСК во многом не устраивала жителей, так новые формы ОСИ и разных товариществ, которые жители сами организовывали, тоже оказались безуспешными. Но все ли так плохо в этом году? Есть ли положительные моменты, которых следует перенять пример, например, другим регионам? И что еще интересного происходит в Западно-Казахстанской области и в Уральске, например? Об этом и не только расскажут наши уральские САПКоры. 2023 год был полон перемен для всех западно-казахстанцев. Одним из громких событий стало увольнение заместителя Акима области Ержана Болтаева. В июле текущего года экс-зам Аким дал указание первому зампредседателю управления СПК Акжаек Артуру Доскалееву о принятии на работу двух человек, которые фактически не работали, однако получали заработную плату в течение нескольких месяцев. Установлено, что действия двух заместителей привели к ущербу государству в размере 1,9 миллиона тенге. В суде огласили приговор о наложении штрафа в отношении двух чиновников, злоупотребивших своими должностными полномочиями. Кроме того, Болтаеву запрещено занимать должности на государственной службе пожизненно. Его также оштрафовали на сумму 8,6 миллиона тенге. Доскалееву выписан штраф в размере 3,4 миллиона тенге. В социальных сетях появилась информация о возможной отставке Акима области. Но Аким сохранил свою должность. Информация распространилась в соцсетях. Я вызвал своего зама и задал ему личный вопрос. Насколько достоверна эта информация? Мы создали комиссию. По итогам работы комиссии он написал объяснительную, признав, что злоупотребил должностными полномочиями. В связи с этим я его уволил. То есть до суда. В январе и феврале 2023 года один за другим сменялись заместители Акима области и руководители управлений. По нашим подсчетам были заменены 9 руководителей управления и 7 Акимов районов. Акимы Каратюбинского, Букиурдинского и Тоскалинского района получили наибольшее количество голосов и были переизбраны в ходе выборов. В выборах участвовали по три кандидата. В результате по Букиурдинскому району наибольшее количество голосов получил Нурлабек Даумов. По Каратюбинскому району – Кадыржан Суевгалиев. По Тоскалинскому району – Талгат Шакиров. Много обсуждений было вокруг международного аэропорта имени Маншукмаметовы. В прошлом году средствами компании Карачаганак был проведен капитальный ремонт терминала. Однако даже после этих усилий ситуация не изменилась. Жители и пассажиры области продолжают выражать недовольство качеством обслуживания в аэропорту. Информация о том, что международный аэропорт был продан российской компанией, вызвала беспокойство в обществе. Власти заверили, что стратегический объект остался под контролем. Часть его принадлежит акционерному обществу СПК «Акжаек». Официально было заявлено, что основная доля по-прежнему остается в государственной собственности, а терминал передам доверительное управление всего лишь на три года. На сегодняшний день объект стратегического значения находится в собственности государства. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что взлетно-посадочная полоса на балансе Комитета гражданской авиации, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, пассажирский терминал здания аэропорта на балансе ООО СПК «Акжаек». По всей видимости, инвесторов привлекает географическое расположение аэропорта. Рассматривается возможность введения дополнительных маршрутов полета в данном регионе. В этом году Касмжум Артукаев прибыл с рабочим визитом в ЗКО. Глава государства ознакомился с деятельностью предприятий нефтегазовой и машиностроительной промышленности. Были представлены данные о производственных мощностях крупных предприятий, эффективности применения новых технологий в производстве и транспортировке продукции, а также о росте доли машиностроительного производства. Кроме того, в Центре искусства «Атамикем» прошла встреча главы государства с представителями интеллигенции старшего поколения и специалистами региона. Герои нашего народа – это люди, которые трудятся, честно трудятся и на предприятиях, и в области сельского хозяйства. Это учителя, врачи, работники правоохранительных органов, люди, которые спасают людей в самых различных ситуациях. Это ученые, это люди, которые действительно идут на помощь людям во всех сферах и служат нашему государству. В этом году сайгаки, за отстрел которых до недавних пор была предусмотрена уголовная ответственность, теперь входят в список животных, численность которых регулируется. Фермеры и представители крестьянских хозяйств заявили, что сайгаки принесли большой ущерб урожаю и значительной части посевов. Для регулирования популяции сайгаков было принято решение провести частичное сокращение численности животных, мясо которых пускать на продажу. Стоимость мяса на рынке составляет 1200 тенге за килограмм. Однако есть нехватка предприятий, способных принимать мясо сайги. Властями уже идет поиск инвесторов. Китайцы хотят и так далее. Мы сейчас ищем инвесторов, потому что это место, перерабатывающий завод, это сумма немаленькая, я имею в виду на строительство, поэтому это не каждый инвестор может осилить. Это зависит от инвесторов, насколько у него финансовые возможности, потому что мы государство на эти деньги не выделяем. Буки-Урдинский, Жаннабекский и Жангалинский районы Западно-Казахстанской области стали местом обитания сайгаков. Крестьяне предлагают не выпускать сайгаков из резервации. На сегодняшний день в стране убито более 15 тысяч сайгаков. Как известно, по качеству дорог закон находится в антилидерах. Проблема особенно остро беспокоит жителей Жаннабекского и Буки-Урдинского районов. Важно подчеркнуть, что в 2023 году был заметен прогресс в строительстве дорог. К концу года завершились соответствующие работы. Общая протяженность двух дорог Унигеби-Сенсайхин и Косталовка-Жаннабек-Граница РФ составляет 245 километров. Специалисты филиала ЗКО АОНК Казавтожол сообщают, что за три года было заасфальтировано 124,6 километра дорог. На текущий момент отремонтировано 87 километров дороги Унигеби-Сенсайхин. Оставшиеся 16 километров запланировано на 2024 год. Асфальтобетонное покрытие также проложено на дороге Косталовка-Жаннабек. Специалисты отмечают, что несколько факторов, таких как пандемия коронавируса, инфляция, резкий рост цен на строительные материалы и топливо, а также проблемы с поставками инертных материалов из других регионов, негативно повлияли на масштаб проекта, начатого в 2020 году. В областном центре в текущем году начались работы по капитальному ремонту дороги по улице Шолохова. На эти нужды из средств компании КПО БиВи выделено более 4 миллиардов тенге. Строительно-монтажные работы запланированы на два года. Подрядная организация расширяет дорожное полотно с 18 до 24 метров в соответствии с проектно-сметной документацией. Дорога станет шестиполосной. Тем не менее, предприниматели высказывают недовольство по поводу обновленной дороги. По итогу года мы видим, что события прошедших месяцев оставили свой след в истории. Надежды на лучшее с новыми вызовами и возможностями наполняют нас энтузиазмом и оптимизмом. Пусть наступающий год принесет новые достижения, благополучия и радости для нас всех. Амина Махсотова и Мураджа Гаппар, телеканал ТДК-42. Специально для итогов года из Западно-Казахстанской области. Ну и как я уже сказала, Западно-Казахстанская область – это не только родной край. Не только для нашего канала и для нас самих, но и для многих жителей региона. Разумеется, есть там и отдельные проблемы. Это проблемы ЖКХ, коммунальные аварии и, конечно же, бесхозных домов, аварийных домов и многого другого. Очень много и очень часто жители в этом году обращались в нашу редакцию с просьбой отразить их проблемы в самых разных районах. И Западно-Казахстанской области, и города Уральска тоже. В областном центре проблем немало. Например, в сфере ЖКХ их хоть отбавляй. Например, наши субкоры много раз снимали, как аварийные дома, хотя не признанные аварийными, разваливались буквально на глазах. Жильцы ходили по гнилым полам, жили в холоде и жили в такой неустроенности, которую можно снимать в фильмах-катастрофах. Есть еще нарекания в адрес ЖКХ, работников ЖКХ и коммунальщиков тоже. Нечищенные дороги, отсутствие тротуаров во многих местах, грязные дворы, необустроенные дворы, отсутствие детских площадок и не только. Снимали мы также и новострои, новые дома, в которых также присутствуют проблемы, например, с коммунальными сетями и инженерными, которые, между прочим, изношены более чем на 60-80%, смотря какой населенный пункт области взять. Ну и несмотря на все это, разумеется, много проблем было и в сфере ЖКХ в целом, и касательно новых и старых домов. Сколько раз жильцы жаловались в этом году? Что же делается? И неужели все настолько печально? Итоги развития коммунального Уральска расскажем далее. Сегодня в Уральске насчитывается 55 аварийных жилых домов. Свыше 300 домов считаются ветхими. Государством разработана программа реновации. Ранее она называлась программа государственно-частного партнерства. Согласно этой программе проводится снос старого жилья и строительство нового. На 2023 год по этой программе запланировано строительство 8 домов. В целом, с начала реализации программы было снесено 25 аварийных домов, на месте которых построено 14 новых. Здесь участвуют три стороны. Первая сторона – это сами собственники жильцы. Вторая сторона – здесь застройщики, которые заинтересованы в строительстве. И третья сторона – идет Акимат, который организует все гражданские отношения. Три стороны вступают в договор, трехсторонний договор. Далее Акимат представляет необходимую инженерку, возможно, сети. Где-то по проекту детальной планировки помогает. В целом, является гарантом между сторонами. Далее жильцы временно переезжают. Весь переезд осуществляется за счет застройщика. Находят им временное жилье из своего фонда. Или же, опять же, из фонда арендует квартиры в городе. Так как расширяться у города нет возможности, в ближайшие годы местные власти намерены уплотнить застройку. Отмечают в отделе ЖКХ. Новые дома будут возводить на месте аварийных. Город расширяться шире не будет. Соответственно, город будет идти выше. Так как город идет выше, необходимость именно сноса таких домов, которые находятся в центральной части города, это является одним из актуальных вопросов. Большинство, если посмотреть даже территориально, большинство аварийных домов находится на старой части города. Постепенно государство переходит от строительства к выкупу готового жилья. Выполняя таким образом роль посредника. При этом государство не может контролировать ход строительства. Также после выкупа государством у предпринимателя, жилье переходит в частную собственность именно государства. При этом уже невозможен переход жилья в дальнейшую собственность жильцов. Но при всем при этом чиновники видят большой плюс в новой системе. Благодаря ей они ожидают ускорения темпов строительства жилья. Одно из самых обширных направлений работы отдела жилищно-коммунального хозяйства – сектор благоустройства. В целом на эту сферу в 2023 году было распределено порядка трех миллиардов тенге. В 2023 году работают над благоустройством трех скверов. Также проводится обустройство общественного пространства по принципу бюджет народного участия. На ближайшие годы запланирован масштабный проект – реконструкция городской набережной. Этапы реализации проекта пройдут в несколько лет. Эта набережная единственная в Уральске. Ее ремонт не проводился порядка десяти лет. На сегодняшний день проектно-сметная документация на реконструкцию уже готовится. Согласно проекту, протяженность ее увеличится с 400 метров до 1 километра и дойдет до куреней. И стоимость проектно-сметной документации, то есть стоимость общего проекта составит порядка двух миллиардов тенге. С 2021 года в областном центре реализуется программа «Бюджет народного участия». С этого времени специальной комиссии было одобрено четыре проекта. Два из них в 2021 и еще два в 2022 году. Это качели на набережной и благоустройство прилегающей территории одной из стоматологий города. Еще одно не менее важное направление в работе отдела ЖКХ – строительство и ремонт дорог. В 2023 году в Уральске отремонтировано свыше 70 километров дорог. Это средний и капитальный ремонт дорог на магистральных улицах города, улицы Сармодатова, проспект Абая, Гагарина, Ружейниково, улица Мухита, улица Айтиева, Курмангалиева, проспект Назарбаева. Эту работу по среднему ремонту также будем продолжать, потому что, знаете, покрытие города, где есть асфальтное полотно, у нас давно устарело. И потихонечку с этого года мы начали именно замену, так скажем, уже исполнение нового асфальта. Раньше это был, если мелкозернистый асфальт, а более в терминологии, скажем, сейчас мы используем щебеночный асфальт, что по эластичности, по модулю упругости намного выше качества, чем, так скажем, то, что мы до этого использовали. В целом на 2023 год было запланировано свыше 40 проектов по ремонту дорог, общая сумма которых составила около 10 миллиардов тенге. Не менее важную работу отдел жилищно-коммунального хозяйства выполняет по замене инженерных сетей. Потихонечку начнем менять тепловые магистрали. Знаете, в городе у нас проходят вот эти трубы, ТЭЦовские, именно наземного исполнения. Мы по этапу начинаем их замену. В предстоящие годы начнем уже заменять эти трубы, потому что они уже устарели. Также планируем делать работы по реконструкции КНС-1, КНС-18 находится, КНС-29, это КНС-18 находится в районе Омегинос, КНС-29 находится в районе Затеганска. Также на руках готов у нас проект ПНС-20, это всю воду, сами знаете, мы сегодня берем из Трекинского подземного водозабора и берем с реки Урал. Вот вся вода, допустим, у нас источники находятся в восточной части, если да, вся вода пока дойдет из Затеганска. Пиковые потребления воды из Затеганской воды у нас не доходят. Для этого у нас есть в центре, есть такое сооружение, повысительная сооруженная станция, которая толкает воду, в данном случае уже усиленно толкает воду, Затеганск переброс воды делает. Сейчас, по-моему, хотим сделать его реконструкцию, что позволит нам Затеганск пиковое время обеспечить водой. Отдельно стоит отметить благоустройство дворовых территорий, работа по которым в последние несколько лет ведется особенно активно. На 2023 год были запланированы ремонт и благоустройство 24 дворовых территорий. Пять из них находятся в поселке Деркул. Большая часть объектов – переходящие. Завершить эти работы планируется в 2024 году. Был создан специальный сайт электронный, чтобы жители от своего лица, от лица кондоминиума могли подавать заявки и, соответственно, будет проходить отбор. Есть специальный экспертный совет, который будет рассматривать и планируется отобрать 30 дворовых территорий для реализации на последующие года. Повышение тарифа на проезд в общественном транспорте также напрямую касается отдела жилищно-коммунального хозяйства. Этот вопрос поднимался еще с прошлого года. В текущем году, после проведения очередных общественных сушений, тариф все-таки решили повысить. Таким образом, с января 2024 года он составит 100 тенге безналичным и 200 тенге наличным расчетом. Все вот эти процедуры прошлись, утверждения, все масляхаты, общественный совет. Сейчас у нас готовится департамент юстиции для регистрации. Уже в конце декабря готовим регистрируем, потому что с следующего года, после нового года, будет он водить. При повышающемся тарифе на проезд в организации работы пассажирского транспорта остаются нерешенные проблемы. Первая – нехватка водителей. В отделе пассажирского транспорта признаются, что ряд новых автобусов простаивает. Водителей необходимой категории не хватает. Все потому, что процедуру получения водительского удостоверения категории Д1 ужесточили. У нас ассоциация перевозчиков есть, наша городская. От их лица подавалось в министерство МВД, кажется, запросы. То, что получение вот этих, хотя бы вот этот срок, вот этот пятилетие сократить, либо получение прав как-то, чтобы легко упростить. Упростить, получается, да, чтобы люди могли получить эти права. Но также от них пришел ответ, что они тоже не могут на это, согласитесь, потому что водители возят большое количество людей. Это ответственность. Потому что если они сократят этот срок или упростят, если завтра какое-нибудь происшествие, что-нибудь будет, тоже будет их, но не надо. В целом отделом жилищно-коммунального хозяйства проделана большая работа, связанная с развитием Уральска. Но в каждом секторе все же остаются вопросы, требующие решения уже в новом 2024 году. Марина Горбук, Нурлан Гунашев, Особий Кобекенов. Специально для программы «Итоги года». У нашего канала есть скорпункты в очень многих регионах. И, разумеется, мы рассказывали о том, как развивается жизнь там. Целый год наши субкоры усиленно трудились. Здесь, как говорится, не покладая рукой, рассказывали о том, как происходит, как развивается жизнь того или иного региона. На этот раз в Мангистауской области. Город Актау знаменит тем, что это и курорт, и море, и, конечно же, нефтедобывающие компании там тоже есть, как и в Западно-Казахстанской. Ну и Актауцы тоже могут многое рассказать о том, как прошел год прошлый для них. Чего там только не было. Забастовки работников нефтедобывающих компаний. «Хищение Возен Мунайгас» – это знаменитая компания, где незаконные тендеры и мертвые души. Слишком много всего было в этом регионе. Но при этом активно развивался, например, морской порт, знаменитый тем, что приносит большой доход в республику. Через наш Казахстан идут грузы, например, из Китая в Европу и обратно. Ну и доходят грузы в нашу республику, которые так важны нашей промышленности, например. В порту Курык, знаменитом в Мангистауской области, о котором я и говорю, до конца года уже запустили новый зерновой терминал. Ну и, разумеется, это мощность большая – полтора миллиона тонн, который способен одновременно хранить 25 тысяч тонн зерновых культур. Терминал этот, как говорят, обеспечит увеличение объемов экспорта зерновых культур из Казахстана в Иран, Кавказ и другие точки мира. В этом году ему уже присвоили статус «зеленого порта» Каспийского региона. Данный сертификат предусматривает создание единой цифровой платформы для подключения к транспортной системе. Ну и, конечно же, крупные порты Европы он тоже охватит, оптимизируя обмен информацией и многое другое. Разумеется, помимо экономики было много проблемных моментов в Мангистауской области, например, забастовки работников нефтяных компаний. Митинги и протесты жителей сел, которые желают нового уровня жизни и более высоких зарплат, чего только не было. Наши октаусские СОПКОРы расскажут все подробности. Вопрос обеспечения чистой питьевой водой населения страны является одной из приоритетных задач государства. Соответствующая работа проводится, но не так, как хотелось бы. Это село Баскудек в Монайлинском районе Мангистауской области. В юле месяце сельчанам пришлось сидеть без воды и покупать её в магазине. Причина отсутствия главного источника жизни – вышедшая из строя насосная установка на предприятии, обеспечивающая водоснабжение. Жители села, страдающие из-за отсутствия воды, коллективно написали заявление на имя президента Касыма Жумарта Тукаева. Почему в соседних посёлках вода идёт без перебоя, а в наш посёлок вода приходит один раз в неделю, и то всего на три часа? Вы представьте, один раз в неделю на три часа. Ещё и напор слабый, вода грязная. А вот эти водовозы, которые привозят нам воду, откуда они берут воду? Продают нам её за 6-8 тысяч сеньге. Уму непостижимо. Каждый год мы твердим об этой проблеме, но всё без толку. Мы уже наизусть знаем их ответы. Надоело уже так жить. Воду нам подключают, как какую-то лотерею. Иногда она есть, иногда нет. Воды нет-то с прошлого года. Деревья перед домами уже все высохли. Вчера давали объявление – ждите воду. Вчера кран весь день был включён, но нет ни одной капли воды. Жалобы жителей села Баскудок не остались незамеченными. Президент дал поручение ответственным лицам. Поставщик воды – опреснительный завод Каспий. Руководство предприятия связало данную проблему с отказом водяного насоса высокого давления. Несмотря на это, завод закупил новое оборудование и постепенно возобновляет работу предприятия. В городе ситуация с водой немного лучше, чем в сёлах. В областном центре воду дают по расписанию. Терпение октауцев вот-вот лопнет. Им приходится запасаться водой и набирать воду в любую свободную ёмкость в доме. Потому что воду могут отключить в любой момент. А если даже она появилась, то из-за слабого напора не доходит до верхних этажей. Лето прошло, наступила зима. Но и тут проблемы не закончились. В знойную жару не было воды, а в морозы нет отопления. С наступлением холодов октаусам пришлось сложнее всего. Причина отсутствия отопления – старые трубы, которые выходили из строя сразу в нескольких местах. Жителям города приходилось по несколько суток сидеть без отопления. Главная причина аварии – несвоевременная замена магистральных трубопроводов в городе. Напомним, что в середине декабря в октау из строя вышел трубопровод, ремонт которого не проводился уже 40 лет. И 16 микрорайонов остались без тепла и воды. Людям пришлось несколько суток жить в холодных квартирах. Без тепла находились не только многоквартирные дома и социальные объекты, а также образовательные учреждения и медицинские организации. По словам руководства города, 72% тепловых труб в городе изношены. А специалисты и коммунальных служб заявили, что устаревшие сети не в состоянии подавать тепло под высоким давлением. Примерно так пришлось жителям Мангистауской области проживать лето без воды и зиму без отопления. Перенесёмся к недавним новостям. Приморский жилой массив в село Умерзак. Здесь носит жилой пятиэтажный дом, который был построен незаконно. Дольщики – недоумение. Многие из них вложили немалые деньги в надежде выкупить здесь квартиру. А некоторые и вовсе уже внесли все 100%. Безответственные подрядчики в погоне за деньгами строят многоэтажные дома без соответствующих документов. В конце концов, дольщики остаются без жилья и денег. По словам сотрудников Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, работа в данном направлении будет и дальше продолжаться. Подводя итоги, 2023 год пришёлся для мангистаусов не совсем лёгким. Летом им пришлось обходиться без воды, зимой – без отопления. А некоторым из них и вовсе пришлось остаться без заветного жилья, которое они так долго ждали. Дана Керимбаева, Муку Галинур Таулетов, Аслабека Бекенов, телеканал ТДК-42, специально для итогов года из Мангистауской области. В Атрау, конечно же, происходили самые разные события, о которых я сейчас расскажу подробнее. Не только экологические проблемы, но и экономические тоже волновали Атраускую область. И наши субкоры, разумеется, выезжали на каждый вызов жителей, и не только. Было очень много поводов для того, чтобы включить камеру и зарядить микрофон. Хотя отравские чиновники говорят о том, что год прошел весьма положительно, и было многих положительных сдвигов. Но давайте сперва их выслушаем, а потом противостоим своими аргументами. Например, как говорят чиновники, в общем объеме промышленного производства 24% приходится именно на Атраускую область. По части образования, например, результаты неплохие, говорят местные власти. Открыто целых 10 школ, капитально отремонтировано 3 школы, остальные модернизируются. Ну и еще открываются новые детские сады, спортивные объекты и не только. Одним словом, как докладывают чиновники, все, что нужно, все делается. Но, разумеется, как я уже говорил, есть свои аргументы у Атрауцев. Их волнует, например, вопрос экологии. Обмеление реки Урала, обмеление Каспии и вопрос о канализации. Им также попадаются те же проблемы, что и в других регионах. И это цены, дороги, жилье, ЖКХ и многое другое. Ну, касательно ЖКХ, мы, например, рассказывали ранее в Западно-Казахстанской области, насколько ситуация обстоит там. А вот как обстоит проблема, например, с водой, водными ресурсами, коммунальными и не только. Что волнует Атрауцев, прежде всего, расскажут наши СОПКоры именно в этой области. Давайте посмотрим и подведем итоги года вместе с ними. В 2023 году в Атрауск области отремонтировано более 350 километров дорог. На эти цели освоено 64,5 миллиардов тенге, выделенные из республиканского и местного бюджетов. В 42 населенных пунктах Курмангазинского, Козылкогинского и Эсатайского районов, ранее испытывающих трудности с транспортом, построен 241 километр автодорог. Также введено в эксплуатацию 252 километра автодороги Атрау-Астрахань, строительство которой затянулось на долгие годы. В 2020 году работы начались в Тушкуддинском, Акастауском, Жанбайском, Зенеденском и Эсатайском сельских округах. Работа будет завершена в 2024 году. Все сельские округа области будут соединены с автодорогой Атрау-Астрахань подъездными дорогами. Кроме этого, готовится проектно-сметная документация 300-километровой дороги по направлению Тайсулхан-Миялэ в Козылкогинском районе и к селам в приграничном с Россией районе Асгыр Курмангазинского района. Интенсивное дорожное строительство ведется и в пригородных селах. В городе было отремонтировано 96 километров дорог. В результате удовлетворительное качество дорог в регионе достигло 76%. «Мы планируем увеличить этот показатель с 76% до 85% в 2024 году. Работы, начатые в 2023 году, завершатся к концу 2024 года. При этом в следующем году начнутся новые проектные работы. Продолжит свою деятельность Национальный комитет реконструкции». Да, если строительство дороги будет завершено, то понятно, что торговые связи с зарубежными странами возрастут, а дорога, открывающая путь к неограниченным возможностям – это образование. Сегодня остро стоит проблема строительства школ и детских садов в регионе. Это известная тема. В области дети получают образование в три смены. В то же время для решения накопившихся проблем проводится ряд соответствующих работ, говорят чиновники. По их словам, в этом году, помимо ввода в эксплуатацию двух школ Бином, ведется строительство шести детских садов на 1090 мест. Всего ведется строительство 28 школ по направлению образования. Среди них были построены и изданы в эксплуатацию две школы Бином, чтобы решить проблему трехсменного обучения в городе. Кроме того, в этом году завершено строительство шести школ, продолжается строительство двадцати. Развитие сферы здравоохранения также не стоит на месте. Если в этом году было открыто восемь медицинских учреждений, то в следующем году будет сдано еще восемь. Электроэнергия очень важна для промышленного региона. Тем временем, в Аватарау построили новую линию электропередач. Для обеспечения потребителей региона источником постоянного тока построено пять линий электропередач общей протяженностью около 780 километров. Установлено более 4000 электрических столбов и расширены подстанции Уральская, Правобережная, Индер, Кульсары, Тингиз. Также введена в эксплуатацию новая подстанция Карабатан. До этого несколько аварий нанесли ущерб по работе предприятий. Теперь сеть, запущенная в интересах трех регионов на Западе, предотвратит такую ситуацию. Крупные аварии уже случались. До этого было отсутствие напряжения на МАЭК. Теперь большой проект, который стартовал в 2021 году, закрыл эту проблему. И мы увеличиваем мощности. Думаю, в будущем мы добьемся больших достижений. Кроме этого, в результате комплексных ремонтных работ в Аватарау введен в эксплуатацию расширенный магистральный водопровод «Астрахань-Мангашлаг». Этот объект очень важен для западного региона. Сегодня сданы в эксплуатацию первые 177 километров водопровода, строительство которых было проведено по прямому поручению главы государства в 2021 году. В рамках проекта были обновлены два участка водопровода. В результате его пропускная способность увеличилась на 60 тысяч кубометров воды в сутки. «Сегодня мы завершили капитальный ремонт водопровода «Астрахань-Мангашлаг». Заменили 170 километров труб и ввели в эксплуатацию. То есть пропускная способность увеличится со 110 тысяч кубических метров до 170 тысяч кубометров воды в сутки. Таким образом, показатель обеспеченности населенных пунктов питьевой водой достиг 99,7%. К центральному питьевому водоснабжению подключены 132 из 153 населенных пунктов области. Сегодня началось строительство водонасосной станции, которая подает в город 180 тысяч кубометров воды в сутки. После завершения строительства села вблизи областного центра будут полностью обеспечены водой. Также реализован проект реконструкции водоочистных сооружений, обеспечивающей 12 населенных пунктов Мохамбетского района. На следующий год подготовлена проектная документация по четырем селам. Эти работы начнутся в 2024 году. В Курмангазинском районе остаются поселки Кошалак и Алипов. Будет рассмотрен вопрос с их переездом. Что касается проблемы безработицы, то в регионе за год трудоустроено более 17 тысяч человек. Из них 9 тысяч получили постоянные рабочие места. В рамках карты занятости также оказывается большая поддержка молодежи. В частности, выданы микрокредиты на сумму 930 миллионов тенге 196 человек со ставкой 2,5%. Сергей Уланов, Дана Килимбаева и Бек Байзаков, Александр Горабарев. Специально для итогов года из Атыраусской области. В этом году еще одно знаменательное событие прошло. Это 25 лет нашему каналу. Четверть века мы вещаем на благо населения и не только. Каждый раз мы рассказываем самые интересные события и новости, которые происходят в Казахстане и по всему миру. Ну и, конечно же, за эти четверть века мы освещали самые разные проблемы и тематики. Ну и впервые президент даже отметил нашу работу и правительство тоже. Вручали нам высокие, вполне заслуженные награды. Ну и, конечно же, за эти годы мы показали сотни и тысячи сюжетов, программ и прямых эфиров. Все на благо населения, которое регулярно обращалось к нам за помощью. Вот и в этом году, отмечая праздник, нас поздравляли не только представители власти, деятели культуры, политики, но и простое население, которое поистине называет нас и народным каналом, и самое главное, все больше и больше нам доверяет. О том, как прошло 25-летие нашего канала, как праздновало ТДК и какие планы у нас, мы расскажем далее. Телеканал ТДК-42 начал вещать в уже далеком 1998 году. Смелая идея открытия его принадлежала двум людям – режиссеру уже существующего на тот момент телеканала Рози Кабашевой и предпринимателю Серику Мергалиеву. Выпуск новостей в контенте на ТДК-42 стал первой и основной информационной программой. В любое время суток новостники снимали и сообщали уральцам обо всем, что происходило в городе – от культурно-массовых мероприятий до запутанных криминальных историй. Постепенно на телеканале появились и другие программы, ряд из которых записываются и транслируются и по сей день. И сегодня, даже в праздник, будучи виновниками торжества, телевизионщики работают. 25 лет – срок довольно значимый, но на этом руководство телеканала останавливаться не собирается. Я сплю, вижу наш канал, как работает. Для меня телевидение – это все, это моя жизнь. Больше, лучше, ничего не смогу сказать. Я телевидение живу. Стоять на месте нельзя, нужно двигаться дальше. Дальше, не секрет, мы представлены в самой Астане, в нашей столице. Мы аккредитованы в аккорде правительства во многих значимых местах. Мы, не считая Уральск, Уральск, Актау, Атарау, Ахтюбек, Акчетав, сейчас думаем открывать новые корреспондентские пункты уже в более крупных городах. Но западный регион мы полностью покрыли. Поэтому есть куда двигаться. К сожалению, бюджетом одной частной небольшой компании это трудно сейчас вести. Я думаю, что и руководство страны, и правительство обратят на внимание вот на такие частные компании, которые действительно добросовестно, скажем, выполняют свои обязанности. Именно в доверии. Самое главное построить студию, организовать эту работу – это одно. Главное – достичь доверия в средствах массовой информации. Сегодня телеканал ТДК-42 активно освещает политические и культурные события других регионов Казахстана, где созданы отдельные корпункты. Столичный корреспондентский пункт в Астане вещает уже 16 лет. И те люди, которые работают для развития телеканала, доказывают, что телеканал будет существовать еще долгие годы. Также мы не остаемся на месте и шагаем в ногу со временем, развиваем свой YouTube-канал, социальные сети, которые в мире, где сейчас все пользуются телефоном, и новости становятся более актуальными. И ежеминутно борьба за эту новостную ленту ведется. Мы считаем, что мы должны развиваться со всем стороне. И каждый человек, который вносит свой вклад в развитие телеканала, делает большое дело для развития всей страны. Освещая события конфликтного общества, телеканалу практически ежедневно приходится отстаивать право, выдаваемые в эфир информации. Прежде чем текст готового репортажа попадет на стол диктора, информация пройдет большую обработку, в которой задействована целая команда людей. Как правило, большая часть специалистов, без которых невозможный выход в эфир, остается за кадром. За время работы на телеканале сменилось уже не одно поколение сотрудников. Но задача была и остается у всех одна – обеспечить непрерывную и объективную подачу информации. Сегодня время диктует новые условия работы. Телеканал активно вещает в социальных сетях. Поэтому к фразе «До встречи в эфире» мы сегодня добавляем «Смотрите нас в социальных сетях и на инстаграм-странице ТДК-42». Марина Горбук, Наруан Кунашев, Аймурад Джагапар, телеканал ТДК-42. Это не все события, которые мы успели охватить в коротком выпуске итогов года. Разумеется, 23-й год выдался насыщенным в плане болезни, экономики, развития политического и не только. Но все, что не успели мы отразить, есть на нашем сайте ТДК-42.кизет и в наших социальных сетях. Я поздравляю вас с Новым годом. Желаю, чтобы в этом году все же все ваши мечты и планы сбылись. А нашу республику преследовали не только проблемы, но и экономические удачи, успех и финансовое процветание. Чтобы все наши казахстанцы сказали о том, насколько замечательно живется. Ну а нашим, конечно же, СОПКОРом, чтобы было меньше поводов выезжать. Не потому, что мы ленимся, но потому, что меньше плохих поводов и больше хороших. Мы желаем вам счастья, здоровья и успехов. О том, что было в мире криминала, продолжит Сергей Уланов. Здравствуйте. Прямо сейчас мы расскажем о самых громких криминальных новостях и уголовных процессах за 2023 год. Для начала немного статистики. В МВД сообщают, что в целом отмечается снижение уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. Сократилось количество грабежей, разбойных нападений и хулиганств. Улучшена раскрываемость корыстно-насильственных преступлений. МВД задержано около 2,5 тысяч разыскиваемых преступников, из которых более 30 убийц, около 20 разбойников, более 80 грабителей, около 10 вымогателей, столько же насильников и около 90 наркопреступников. Кроме этого, в этом году в результате принятых мер снизилось количество ДТП на 4%, погибших на 2%. Одним из ключевых направлений работы ведомства названа борьба с наркопреступностью. С начала года по этой линии полицейскими проведено около 7 тысяч профилактических мероприятий. На территории страны заблокировано почти 3 тысячи наркосайтов. Выявлено около 350 фактов сбыта наркотических веществ с использованием электронных информационных ресурсов. Правоохранительные органы изъяли больше 30 тонн наркотиков и закрыли около 40 нарколабораторий. Одно из самых громких ликвидации транснациональной наркогруппы проведено в марте текущего года. Тогда полицейские изъяли 72 тонны сырья для производства наркотиков, принадлежащие ОПГ, которое состояло из граждан Казахстана и ближнего зарубежья. Департаментом по противодействию наркопреступности МВД пресечена деятельность транснациональной преступной группы из числа граждан Казахстана и ближнего зарубежья, наладивших поставку прекурсоров в страну для производства синтетических наркотиков в промышленных масштабах. Убийство супруги бывшего министра национальной экономики Куандека Бешимбаева стало одной из самых жутких новостей в текущем году. По подозрению в убийстве был задержан сам бывший высокопоставленный чиновник. Напомним, ранее он уже отбывал наказание за коррупционный скандал в 2017 году. За хищение 1 миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Казаларде и неоднократное получение взяток в 2018 году его приговорили к 10 годам лишения свободы. Однако он освободился условно досрочно 11 октября 2019 года. Но 9 ноября текущего года он был задержан уже по подозрению в убийстве своей супруги. В настоящее время бывший чиновник находится под арестом, ведется расследование. Родные погибшие заявили, что Бешимбаев с особой жестокостью расправился с ней. По предварительным данным, он до смерти избил женщину в столичном ресторане. Она скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Также за укрывательство преступления в изолятор временного содержания водворен директор развлекательного комплекса. Также был задержан и водворен изолятор его родственников за укрывательство данного вида преступления и недонесение об этом преступлении в органы полиции. Новости по делу бизнесмена Кайрата Сатабалды, которого осудили в сентябре 2022 года, продолжали появляться и в 2023 году. Теперь по порядку. 13 марта 2022 года в Антикоре заявили о задержании Кайрата Сатабалды. Его обвинили в хищениях в особо крупном размере в АО «Казахтелеком» и АО «Центр транспортного сервиса». В суде Кайрат Сатабалды заключил медиативное соглашение с АО «Казахтелеком» и возместил ущерба в размере 12 миллиардов тенге. Таких же договоренностей удалось достичь и с АО «ЦТС», которые возместили 28 миллиардов тенге ущерба. Тем не менее, 26 сентября 2022 года Кайрата Сатабалды приговорили к шести годам лишения свободы. Через год, то есть 13 октября, стало известно, что Сатабалды вернул государству активы на сумму 300 миллионов долларов. Кроме того, только в декабре 2022 года в результате принятых антикоррупционной службой мер обеспечен возврат еще крупной суммы от осужденного в размере 120 миллионов долларов, что превышает 55 миллиардов тенге. После чего Сатабалды просил суд о выходе из колонии по УДО. Однако ему в этом было отказано. – Понятия такого, как откупился, нет такого, понимаете? Я вам сразу скажу. – Но он же подает прошение? – Нет, это право любого осужденного подать прошение, понимаете? – А Сатабалды, Бурумба и всех, кто устанут за синим? – Любого осужденного – это право. У нас есть ограничения на подачу такого права только обращения только тех, кто осужден за половые преступления в отношении несовершеннолетних, и то там не все, там есть, которые сами совершеннолетние, они могут подать. И террористические, экстремистские преступления, которые совершили, вот они, которые повлекли жертвы людские. Вот для них это ограничение есть. Остальные все осужденные могут такие заявления подавать. В МВД рассказали о совместных с Генпрокуратурой спецоперациях, направленных на ликвидацию ОПГ, лидером которой, по версии следствий, является Арман Джумагильдиев, более известный как Дикий Арман. Первый этап был направлен на нейтрализацию основного криминального звена ОПГ, возглавляемого правой рукой Джумагильдиева, известного в преступной среде по прозвищу Нойс и объявленного в международный розыск. Так, в нескольких областях задержано 12 участников ОПГ. Во время второго этапа спецоперации был ликвидирован канал финансирования ОПГ, контролируемый еще одним подручным Дикого Армана, известным в криминальных кругах по прозвищу Карась, рассказали в МВД. На третьем этапе проведено более 130 обысков. Задержано 53 фигуранта, причастных к незаконному игорному бизнесу и финансированию данной ОПГ, говорится в сообщении правоохранителей. По данным следствия, преступная группировка Дикого Армана также занималась похищением заложников. Сам Джумагильдиев проходит подозреваемым по статье «Массовые беспорядки». В октябре прошлого года в Генпрокуратуре заявили, что задержанный по делу о январских событиях Дикий Арман не попадает под амнистию. Суд в настоящее время продолжается. Одновременно в городах Астана, Алматы, Шымкент, Ахтубе, Костана и Туркестан произведено задержание 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в городе Алматы во время январских событий. К пожизненному сроку приговорили убийцу своих собственных детей в Актау. Страшное преступление, которое шокировало не только местных жителей, но и всю страну, зафиксировано 24 марта текущего года. Тогда тела троих детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в доме номер 46 27 микрорайона Актау. Очевидцы сообщают, что мужчина со своими детьми заперся в квартире. Прибывшие на место полицейские задержали 36-летнего подозреваемого. И обнаружили тела двух девочек 2011 и 2014 годов рождения и мальчика 2016 года рождения. По некоторым данным, подозреваемый является представителем деструктивного религиозного течения. По подозрению в убийстве несовершеннолетних 2011 и 2014 и 2016 года рождения, тела которых с признаками насильственной смерти, обнаруженной в квартире дома 27 микрорайона города Актау, сотрудниками полиции задержан 36-летний отец. Начатся досудебное расследование. По статье 99 Уголовного государства Республики Казахстан проводятся следственные оперативные мероприятия. Подозреваемый во дворе он в изолятор временного содержания. Новость о смерти известного бизнесмена в Уральске прогремела на всю страну. Преступление было зафиксировано 11 ноября текущего года. Тогда в 10 часов в областную многопрофильную больницу с травмами был доставлен мужчина, который от полученных травм скончался в медучреждении. Им оказался 54-летний владелец комплекса Кар-Сити. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции установлен подозреваемый 42-летний житель города Уральск. Подозреваемый оказался 1981 года рождения житель города Уральска. Ранее не судимый. Ни в каких связях и отношениях он с потерпевшим не состоял. По данному факту возбужден уголовный дел по статье 106, часть 3, нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшие смерть подозреваемого в выдворенном изоляторе времен содержания по городу Уральска. В настоящее время ведется следствие, назначен ряд экспертиз, ведется расследование уголовного дела по данному факту. Данные санкции данной статьи предусматривают лишение свободы до 9 лет. В завершении расскажем о преступлениях, о которых стало известно на минувшей неделе. Незаконный криптообменник организовал житель Астаны. Он предлагал услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram. Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончил столичный департамент агентства по финмониторингу. Установлено, что указанный гражданин предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявления об осуществлении продажи и покупки необеспеченных цифровых активов. Таким образом, он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую обеспеченную свободно конвертируемую валюту приобрести необеспеченные электронные цифровые активы. За период с февраля по июль текущего года, осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 миллионов тенге. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия разглашению не подлежат. Отметим, что осуществлять операции обмена без юридического лица и рецензии на территории Казахстана запрещено. Вымогательством занимался приверженец деструктивной религии. Его задержали в Актюбинской области. В ходе совместно проведенной спецоперации полицейские сотрудники департамента КНБ задержали приверженца радикального религиозного течения. Мужчину подозревают в вымогательстве крупной суммы денег у местного жителя. При обыске по месту жительства у него изъяли травматический пистолет, а также деньги, которые он путем угрозы насильно получил от потерпевшего. По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Уважаемые телезрители, на этом криминальная хроника года подошла к концу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Пусть следующий год принесет нам только счастье и оставит без чрезвычайных происшествий. До встречи в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok